Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас в рамках очередного выпуска Российского Совета по международным делам по проблематике санкций и ограничительных мер. Сегодня мы приведем обзор событий, которые у нас произошли в апреле. У нас довольно богатый месяц выдался, несмотря на то, что в нем всего лишь 30, а не 31 день. Событий, в общем-то, достаточно много, и некоторые из них довольно важны для российского бизнеса. Начнем, прежде всего, с американского угла. Здесь у нас подготовлен очередной новый проект закона ДТР. ДТР. Соответственно, он является одним из крупных проектов, сопоставимых с ДАСКой. Сейчас говорится серьезно о двух проектах, о ДАСКе и ДТР. О ДАСКе мы говорили позапрошлым месяцем, в марте. Вот сейчас у нас очередная версия ДТР появилась. Ну, что там из важного для нас, из важных вещей? Ну, во-первых, из таких немногочисленных хороших новостей, наверное, можно отметить то, что больше конкретики появилось в понятии вмешательства. Потому что вплоть до недавнего времени под ним поднимался достаточно широкий круг явлений. Здесь и действия СМИ, и соцсети, и личные контакты, встречи и так далее. Но, в общем, подмешательство можно было подвести в довольно широкий круг явлений. Так вот, ДТР сузил это понятие, сейчас он означает прежде всего хакерские атаки или вмешательство в действия инфраструктуры избирателей. Ну, плюс действия в социальных сетях тогда, когда они являются анонимными. То есть проводится некая социальная мобилизация или некая реклама политическая без атрибуции. Но вместе с тем, там же ДТР указывается, что, допустим, выступления политических лидеров или действия СМИ, если они атрибутируют себя в качестве иностранных СМИ, не подпадают под понятие вмешательства, что, в общем, уже некий здравый смысл сообщает этому документу. То есть нормальные формы политической коммуникации из-под удара выводятся. Но дальше, в общем, документ, на мой взгляд, достаточно сумбурный пока и еще будет дорабатываться. У меня вообще, если честно, есть сомнения, что он выдержит конкуренцию с ДАСКО. По сравнению с ДАСКО, у него есть целый ряд недостатков. Во-первых, он сфокусирован на одной узкой теме, тогда как тема вмешательства можно... Ну, в ДАСКО она уже существует, и ее можно дальше расширять. И, собственно, набор мер, санкционных мер, которые там предлагаются, они так или иначе пересекаются с ДАСКО. Здесь и санкции против обязательств российского суверенного долга, здесь и ограничения против российского энергетического сектора, и, соответственно, санкции против российских госбанков или госкомпаний. Ну, в общем, ну и персональные санкции, естественно. Там, конечно, есть свои отличия от... Есть свои отличия от предыдущей версии ДАСКО. ДАСКО. Да, от предыдущей версии ДАСКО, совершенно правильно. Но, в общем, они не сказать, что появляются какими-то принципиальными. То есть, вот если сравнивать ДАСКО и ДАСКО, пока ДАСКО выглядит гораздо более таким фундаментальным документом, и я не думаю, что в сравнении с ДАСКО в ДАСКО есть какое-то будущее. Но это не значит, что нам нужно расслабляться здесь, в России, потому что мы хорошо знаем, что мы уже об этом говорили в прошлых наших поступлениях, что какие-то элементы из одного закона проекта могут быть переброшены в другой, как конструктор Лего. Ну и здесь есть целый ряд других инициатив о российском присутствии в Венесуэле. Это тоже может быть, что называется, подшито в более крупный законопроект. Ну и, в общем, ряд других неприятных вещей. То есть, пока это на уровне проекта, но тем не менее. Ну и, наверное, сейчас... На этом фоне как раз было сообщение агентства Блумберга о том, что... Да, устали. Да, наблюдается определенная усталость американского, прежде всего, законодательного эстаблишмента членов Конгресса от санкционной темы в отношении России, даже несмотря на то, что в докладе Мюллера подтвердилось факт вмешательства России в президентский выбор США 2016 года, даже один из авторов нового и старого законопроекта ДТР, сенатор Марка Рубио, заявлял о том, что большинство его коллег не видят то, как дальше должна развиваться санкционная политика в отношении России. То есть, с одной стороны, есть, опять же, уже закон КАЦА, который является довольно-таки фундаментальным и охватывает очень широкий круг тем. И ДТР также во многом повторяет и КАЦА по набору претензий к России, но при этом усиливает дальнейшие санкционные риски. Но, тем не менее, сама тема уже во многом была отыграна год и два назад, в том числе и с помощью КАЦА, и с публикацией Кремлевского списка, и с санкциями в отношении ряда российских предпринимателей, среди которых был Олег Дерипаска. Поэтому новых каких-то телодвижений, особенно если посмотреть, что ДАСКа была внесена в феврале, и пока никаких рассмотрений не произошло. Ну да. Что не означает, что Конгресс успокоится на этом, потому что здесь нужно понимать анатомию публикации в СМИ. То есть, было некое высказывание, которое можно расценить как некий хайп, и вот о нём написали. Но это не означает, что машина санкций в Конгрессе и в администрации в отношении России остановилась. Она не остановилась, она продолжает работать. И вот мы уже упоминали о том, что завершение расследования Мюллера, конечно, точку не ставят в отношении России. То есть, это, конечно, большое подспорье господину Трампу. То есть, американцы не доказали факт сговора команды Трампа с Россией. Именно с этого направления шёл основной удар против Дональда Трампа. Но факт вмешательства через отхакерскую атаку и через действие так называемой фабрикой троллей американцы считают доказанным. Американское следствие, Мюллер. То есть, в принципе, здесь какого-то облегчения для нас нет. Хотя, с другой стороны, в общем-то, подспудно всё равно эту ситуацию делают более прозрачной, скажем так. Потому что это, кстати, отражается и в дитерии, в тексте. Я упомянул, что он стал более чётким в плане понятия вмешательства. То есть, если раньше вмешательство виделось за каждым углом, то сейчас всё, доклад Мюллера всё разложил более-менее по полочкам. Что да, вот одна хакерская атака, да, действует троллей, и что дальше. И всё. Тогда, как до публикации этого доклада говорилось, то, что буквально в Кремле с пятой видят, как туда вмешаться, и у них целенаправленный план, и вмешательство везде и во всём. Особенно тот знаменитый момент «Russians did it». Да, вот, поэтому, конечно, сейчас действительно ситуация несколько упорядочилась, скажем так. Ну, у нас есть ещё ряд интересных событий. Да, кстати, продолжение темы вмешательства. Буквально на днях Минфин США принял правила использования санкций по тематике вмешательства. Напомню, что 12 сентября прошлого года президент Трамп подписал указ номер 13-848. Как раз-таки он вводил чрезвычайное положение по тематике вмешательства, и чрезвычайное положение наделяет его возможность использовать экономические санкции по тематике данного чрезвычайного положения, и в данном случае это вмешательства. Ну, и там, согласно этому указу, разведка должна определить в течение, если не ошибаюсь, 45 дней, но это нужно проверить, в течение полутора месяцев, должна определить, было ли вмешательство или нет в федеральные выборы, и уже затем Трамп или президент США, другой последующий, должен предпринять соответствующие санкционные меры на вплоть до секторальных санкций. Но разведка молчит, Минюз, насколько я понимаю, классифицировал, что вмешательства в этот раз не было. Хорошо. Да, поэтому сейчас ожидать новых санкций, наверное, не стоит по этому вопросу, хотя Минфин заготовил уже регулейшнс, соответствующие правила, и, в общем, они в папках соответствующих лежат. Ну, на российской стороне у нас есть постановление правительства Российской Федерации об особенностях раскрытия и предоставления информации, подлежащих к раскрытию, в соответствии с требованиями Федерального закона об акционерных обществах. Это такая мера по адаптации к зарубежным санкциям. В особенности к вторичным санкциям. В особенности к вторичным санкциям, да, потому что, что вторичные санкции предполагают, это санкции за нарушение санкций. То есть, если кто-то в США или посредством американской финансовой системы, то есть, оплачивая товары или услуги в долларах, или проводя инвестиции в долларах, связывается с подсанкционной компанией российской, или потенциально эта компания может попасть под санкции, он рискует, эта компания рискует попасть под вторичные санкции. То есть, это будет либо штраф, либо эту компанию тоже могут унести в изделенный лист. Ну и, собственно, постановление правительства страхует наши компании от того, что их контрагенты могут попасть под вторичные санкции. Ну, на самом деле, что они имеют право? Они имеют право просто-напросто не разглашать определенную информацию о себе. Или разглашать в ограниченном объеме. Да, не факт, что эта мера будет, ну, скажем так, на 100% действенной, потому что у неё есть как плюсы, действительно, если компания либо под санкциями, либо есть риски, либо есть кто-то из акционеров под санкциями, такое тоже бывает, да, то есть, кто-то из миноритарев, может быть, хотя там есть правило 50%, но, тем не менее, могут быть здесь, скажем так, свои риски нежелательные. Либо кто-то из данных эмитентов, в отношении которого будет действовать данное постановление, задействован в обслуживании, если мы говорим, прежде всего, о банковской сфере и государственного оборонного заказа. Да, 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 там тоже оборонка прописана отдельно. Ну, то есть, это вроде бы как позволяет закрыть эту информацию. Но, с другой стороны, если компания не раскрывает эту информацию, у зарубежного инвестора, у контрагентов тоже возникают вопросы, слушайте, и у регулятора, конечно же, там, американского, у АФАКа, тоже возникают вопросы, так, значит, с этой компанией может быть что-то не то, значит, может быть, она, значит, так или иначе, либо под санкциями, либо связана с компаниями, которые находятся под санкциями. То есть, это может быть, то есть, не раскрыть информацию, может быть своеобразным таким маячком, который, наоборот, будет привлекать внимание регулятора. Всевидящего ока. Да. Американского Минфина. Много видящего ока, я бы сказал. Потому что иногда даже не нужно прямых доказательств. Ну, вообще, да. То есть, вопрос в том, насколько серьезно это постановление защищает наши компании. То есть, само по себе то, что правительство об этом думает, это хорошо, но, конечно, мера эта весьма и весьма ограничена. Ну, и в целом, даже представители российского Минфина довольно не с прескорбием, ему говорят, с сожалением оценивают, что не вынуждена необходимость введения подобных мер, поскольку это также сказывается негативно на инвестиционном климате, поскольку часть информации будет скрыта от потенциальных инвесторов, от рынка, что, естественно, далеко не играет на пользу дальнейшей инвестиционной привлекательности России и российских активов. Очередные санкции против Украины введены со стороны Российской Федерации. Здесь довольно серьезные санкции, на самом деле. Они вводились на фоне как раз-таки совершения президентских выборов на Украине. И здесь, ну, есть своя политическая, конечно, подоплека. Мы не будем ее глубоко касаться. Нас интересует сейчас сама фактура санкционная. Значит, что у нас ограничение на поставку к ввозу на территорию Украины из России сырая нефть, нефтепродукты и продукты нефтехимии. Также ограничен вывоз угля и продуктов из Украины. Нет, вывоз из России. Из России в Украину угля и продуктов его переработки. Бензин и дистоплива, сжиженные газы и так далее. Там необходимо разрешение нашего Минэка. Вот. Ну, конечно, с учетом того, что рыночные связи достаточно плотные еще, это довольно такой удар болезненный по Украине. Ну, и здесь и российский бизнес определенный может понести убытки, поскольку теряет украинский рынок по этим товарам. Ну, и также была информация, в частности, в ведомостях, о том, что ЦБ проводит проверку части российских банков на предмет соблюдения российских ограничительных мер в отношении Украины. Ну, до этого была интересная статья, соответственно, в РБК, наш коллега Гландин ее подготовил, о том, что аппарат, скажем так, принуждения к выполнению санкций в США и в России существенно отличается, то есть в США он намного эффективнее. Ну, в общем, есть доля правды в этом, значительная доля правды, поскольку у американцев гораздо больше опыт применения таких экономических мер. Ну, я думаю, что Россия, в общем, наверстает. Есть у кого поучиться. Наверстает, есть у кого поучиться. Да. Ну что, к Ирану. Там есть интересные вещи по Ирану. Ну, я думаю, что самое важное, это то, что американцы объявили о том, что не продляют исключение по импорту иранской нефти для восьми стран. Напомню, что американцы возобновили действия санкций против Ирана, выйдя из СНПД, совместного всеобъемлющего плана действий по иранской единой программе. И на самом деле, вот я читал внимательно указ Трампа, это августовский указ был 2018 года, а возобновления санкций, ну, они действительно очень масштабны. То есть то, что сейчас действуют в отношении Ирана, в отношении России, это вообще разные вещи. Против Ирана введены санкции, ну, уже упомянутые по импорту нефти, там, секторалка, по судоходным компаниям, нельзя страховать судоходные компании. Ну, это косвенно, конечно, тоже с нефтью связано, чтобы ее не перевозить, это просто-напросто порты, автомобильный сектор, естественно, финансовый сектор и так далее. То есть очень сильные санкции. Технологии? Ну, это понятно, да, это все уже было, и то, что оставалось в резолюции Совета Безопасности. Нет, ну, в частности, нельзя ввозить запчасти для авиалайнера в том числе. Совершенно точно. Вот, и, кстати, были случаи вторичных санкций за поставку отдельных деталей и частей самолетов. Был интересный кейс, когда норвежский Боинг совершил вынужденную посадку в Иране и так и не смог, по-моему, или какое-то время не мог вылететь оттуда, потому что нужны были запасные части. А поставить их в Иран нет возможности из-за американских санкций, поэтому... Да, ну, так вот, понятно, что вот когда американцы первый раз вводили такой вот запрет на импорт нефти, это еще было до СВПД, значит, их расчет был на то, что вот для крупных поставщиков не нужно прям такой жесткий запрет вводить, нужно дать им возможность, дать им исключение с условием, что они радикально снизят закупки нефти иранской. И действительно, тогда это сработало, в начале десятых годов нашего столетия. И сейчас, вернув санкции, американцы решили пойти по тому же пути. Но вот буквально на днях решили от этой тактики отказаться. То есть там 8 стран будут, Китай, Индия, Япония, Корея Южная, Тайвань, Турция, Италия и Греция. Ну, соответственно, не возобновляется здесь отстрочка. Хотя данная статистика показывает, что уже сократился довольно существенно экспорт иранской нефти, но, видно, Трамп решил гайки закрутить по полной. Что спорный шаг, на самом деле, он может и не сработать. Можно их понять частично, потому что, если посмотреть на эти страны, то и Греция, и Италия выполнили часть своего домашнего задания, то есть они сократили действительно покупки иранской нефти до нуля, в то время как, в частности, Китай и Индия, наоборот, радикально нарастили. То есть это... Хотя раньше Индия сокращала. Да, Китай сейчас до 40% иранской нефти закупает. Да, ну и, соответственно, здесь возникает угроза уже санкций против компаний в Индии и Китае. Хотя вот на предыдущем этапе до СВПД в 2013 году и далее Индия довольно существенно снижала закупки нефти и была в целом лояльна требованиям американцев. Сейчас, в общем, индийскую сторону можно понять. Дели, в общем, довольно действует, на мой взгляд, политически обоснованная позиция Дели и Пекина. Почему? Потому что тогда была резолюция ООН, которая осуждала подготовку ядерной программы. Американские односторонние санкции, они в целом шли более или менее параллельно с ООНовскими санкциями. Сейчас американцы в одностороннем порядке вышли из СВПД и Индии, и китайцы, которые являются сторонниками многополярного мира и мира, основанного на правилах и, скажем так, главенствующей роли ООН, конечно, вот эти односторонние действия не поддерживают. И, в общем, конечно, их позицию понять можно, ну, собственно, эту позицию можно только уважать, я считаю. Да, ну, это уже, скажем так, политические оценки. Ну, и по Венесуэле у нас остается Венесуэла и Сеттлменты, да? Что у нас с Венесуэлой? По Венесуэле есть целый ряд санкций в отношении юридических компаний и судов. В целом по двум пакетам у нас под санкции попали 6 нефтяных компаний и 44 судна. В основном, естественно, их обвиняют в том, что они осуществляли поставки венесуэльской нефти на Кубу, которую американцы считают таким перевалочным пунктом для дальнейшей перепродажи нефти из Венесуэлы в другие страны мира. На этом фоне также прошло очень большое было хайпи, скандал, информация, статья в Reuters о том, что Роснефть российская является посредником между венесуэльской компанией ПДВСА, нефтяной в отношении которой были введены санкции в январе, и, в частности, индийской компанией Reliance, которая закупает нефть у ПДВСА посредством проведения сделки через Роснефть. Роснефть, естественно, заявила Reuters в свой протест, сказав о том, что они не занимаются подобными вещами. И через какое-то время действительно Reuters опубликовали опровержение, не опровержение, а они опубликовали информацию о том, что фактов поставки нефти по схеме, которую они описывали в своей статье, добыть не удалось. Ну, индийская компания тоже возмутилась, написала, что мы всё соблюдаем, хотя там странная была вещь, они написали, что мы согласовываем наши закупки с Госдепом США, что меня удивило лично, да, Госдеп участвует в санкционной политике, но всё-таки основным здесь институтом является всё-таки Минфин, и Минфин выдаёт и генеральные, либо специальные лицензии, поэтому, в общем, странно было это. Ну, ладно, это уже индийство виднее. И ещё в Венесуэле серьёзные санкции, были введены в отношении Центробанка Венесуэлы, выпущено две генеральных лицензии, номер 19, который разрешает проводить все операции по действующим сделкам между Центробанком Венесуэлы и американскими физическими и юридическими лицами до 17 мая сего года, и генеральная лицензия номер 20, которая выводит из-под действия американских санкций и международные организации, прежде всего, это ООН и все его специализированные агентства, программы, фонды и так далее, МВФ, Всемирный банк, Межамериканский банк развития, организации американских государств и ряд других международных организаций, в частности, Красный Крест, Международная Федерация, Общество Красного Креста и Полумесяца и другие. Ну и заключение о вторичных санкциях американского регулятора против компаний частных. Вообще, апрель, конечно, получился ударным, хлебным у Минфина. Собрали большой урожай, завершили расследование по четырем компаниям и две компании, это крупные банки, это британский Standard Chartered и Unicredit, там сразу три дела в одном производстве, это Мюнхенское отделение, Миланское и Венское отделение Unicredit. Оба банка обязали заплатить только Минфину каждые более 600 миллионов долларов, то есть за месяц у Минфина сборы превысили 1,2 миллиарда долларов, ну и плюс две других компании, Акцион и Хаверли. Причем Акцион это британская, она попала под кубинские санкции, а санкции по Кубе, а Хаверли это, если не ошибаюсь, американская компания. И здесь вот этот случай очень примечательный. Это на самом деле третий случай, вторичных санкций по России, по указу 13662. Соответственно, два таких случая было до того, Копхам за связи с Алмаз-Антем и Эксон Мобайл в 2016 году за связи с Роснефтью. Вот сейчас тоже это сделка с Роснефтью, причем Минфин США факт придрался к тому, что срок платежа был отсрочен компанией Хаверли в отношении Роснефти на период больший, чем предусмотрен секторальными санкциями. То есть это уже является долгами. Да, то есть фактически они это классифицировали как долг. Там небольшая сумма штрафа, 70 с небольшим тысяч долларов, но тем не менее примечательно, что это вот пополняется российский пакет вторичных санкций. Это уже третий кейс. И показывает логику. Да, показывает логику. Ну, с учетом того, что расследование обычно влятся долга, таких кейсов со временем, конечно, будет больше. Ну, а Standard Chart, это Unicredit, мы подробнее написали об этом в нашей колонке в Коммерсант о двух этих банках. Конечно, сумма штрафов нетипична, такого с 2014 года не было, когда BNP Paribas оштрафовали. Ну, и тут нужно понимать, что вот эти вот по 600 миллионов они заплатят только Минфину, а еще им придется платить другим регуляторам, потому что речь идет о глобальной сделке. Там и департамент Министерства юстиции, и Совет управляющих. Нет, Министерства торговли нет. Потому что... Экспортный контроль. Нет, это только по товарам. Здесь банки. Там Совет управляющих, Федеральная резервная система. И другие регуляторы, которые участвуют в глобальной сделке. То есть там сумма превысит по миллиарду на каждого. Ну, мы об этом подробнее написали в Коммерсанте, потому что в остальном все-таки это типичные случаи. Банки наиболее уязвимы по вторичным санкциям. Большое число программ нарушено одновременно. И здесь проблема не в том, что банки гнались особо за прибылью, особенности структурной организации банковского бизнеса, скажем так, сыграли свою роль. Потому что таких же кейсов по банкам довольно много. Но, опять же, типичное поведение банков, лояльность к сотрудничеству с Минфином, хотя они добровольно и не раскрыли сами свои нарушения. В основном там есть некоторые, которые не раскрыли добровольно, но в целом там нон-волонтери. То есть Минфин их как бы поймал на этом. Остальное все довольно типично. То есть обязательство запустить мощную комплайнс-программу, увеличить деньги на комплайнс, усилить скрининг подозрительных сделок и так далее. И больше так не делать. И больше так не делать никогда. Вот. Спасибо большое за внимание. Подробнее смотрите нашу колонку в Коммерсанте, подробнее смотрите нашу ежемесячную рассылку. Спасибо большое. До встречи в следующем месяце. Оставайтесь с нами. Спасибо.